Добрый вечер, друзья! У Фредди Би небольшие проблемы с удержанием длины. Расти из-за этого вынужден возвращаться назад. Ну а у Виндиго сплитпушат. Как мы видим, у них есть игрок под бета. Поизон привлекает очень много внимания. По факту вся команда Энши сейчас смотрит в его направлении. Поизон умудряется еще и повесить хэдшот по Дракену. Длина, ну просто обязана проходить в эту самую секунду. Ребята уже должны были вот по этой рампе подниматься, но в итоге тайминг все-таки не идеальный. Фредди имел возможность сделать точный выстрел по голове, но в итоге не попадает. Ситуация 1 в 4. Плопский тут, конечно, в довольно незавидном положении. Против четверых, без щипчиков, хотя как раз таки можно подобрать киты и даже засейвить. Почему бы нет? Легкий армор, киты, но этого не будет. Говорит нам Блокер, счет становится 1-0. Ну давайте, наверное, по порядку. Начнем с мап Пула. Вета проходила следующим образом. Виндиго убрали Инферно, Энши избавились от карты Вертиго. Далее мы сейчас смотрим ДАС-2. Выбор как раз таки болгарской команды Вертиго. После этого оверпасс от Энши, минус нюк, минус трейн. И третьей решающей карты у нас остался Де Мираж. В принципе, по мнению букмекеров и в целом, наверное, этот матч может получиться очень-очень равным. Давайте посмотрим на... А, или мы не посмотрим на цифры. Все сбилось. Все сбилось. Ладно, давайте за этим форсом понаблюдаем. И после этого я попытаюсь показать коэффициенты на этот матч. Что-то почему-то они пропали. Вроде бы до старта все было окей, но... И все-то хорошо. Раскидка медлаз. Блин, выход на точку Б. Причем, как мы видим, на двух опорниках сейчас будет врываться Виндиго. Плопский уже погибает. Но тут Дракен... Да, только на бешеном скиле мог пропереться. Хотя бомбу выбили. Бомба-то вот на углу. Причем она так еще довольно некомфортно для террористов упала. Фредди. Точный укол в голову. Расти под флешку чекнул. Никого не увидел. Тут у нас подсадка в КТ. Еще один минус от Фредди. Расти, конечно, погибает. Но при этом остались игроки на арморах у команды Ancient. Фредди слышит уход Блокера. Блокер, в принципе, топнул, но запрыгнул непосредственно в сам шорт. Очень-очень-очень тихо. Вот они, кстати, цифры. Полтора на Виндиго. 2.28 на команду Ancient. Паворитам все-таки букмекеры считают коллектив Виндиго. Они на 19-й, по-моему, строчке мирового рейтинга. Все-таки это уже такая состоявшаяся команда Виндиго. Их оппоненты скорее микс. Команда Ancient. Но, наверное, по никнеймам более громкие имена в команде Ancient. Так что, действительно, матч 50 на 50. Ну, тут два в одного. Вышли подразмены Ancient. И, кстати, выиграли этот форс. Начинается поединок со счета 1-1. И это очень здорово, потому что, ну, вот первый Best of 3 матч прошел настолько быстро, настолько стремительно, что, ну, больше часа мы с вами были вынуждены слушать музыку и ждать начало уже этого поединка. Так что хочется надеяться, что он нас как раз-таки не разочарует. А раз уж затронул я тему ростеров, давайте пробежимся по составам. Пять шведов. Команда Ancient. Это Фредди Би. Диско Доплан. Дракен. Плопский. И Расти. Вроде бы очень сильно все это звучит. Дракен. Диско Доплан. Успели поиграть уже там и в NAP. Не помню, кто-то во Фнатик, возможно, успел покатать. Фредди Би. Тоже супер олдскульный игрок. Плопский на слуху. Ну, в общем, состав хороший. Состав хороший. Но поедут на минор или нет, пока не ясно. Первый тур по-прежнему. Это верхняя часть сетки. Проигравший падает в лузера. Победитель двигается дальше по Венерам. Но никто никуда сегодня не вылетает так точно. Основа проблемы у опорников базы Б. Не знаю, можно ли назвать это проблемами. Какой жесткий диско Доплан. Какая-то сенса миллион просто у этого парня. Раскрутился на три фрага, буквально стоя на месте. Ну, а Виндиго форсировали события. Но при этом вообще ноль демеджа, 500 хп у шведов. Просто 500 хп. Да, это жестко. Да, это жестко. Для тех, кто только подключился. Напомню, карту ДАС-2 пикнули Виндиго. У них есть хороший винрейт. Ну, как хороший. 50% винрейт. Но при этом сыграли они целых 16 карт ДАС-2. Поэтому такая, можно сказать, практика. Очень серьезная. На этой карте. Плюс сейчас вот последние пару месяцев Виндиго, конечно, играют против сильных команд. Это Фейс, Моу Спортс, Тайлу, Норс. Ну, в общем, катают на Тир-1 уровне. Чего нельзя сказать о команде Эншент. Оппонентами становились команды Фрэнч Фрокс, Эйбо, Хаус. Ну, в общем, где-то все-таки немного пониже уровень оппонентов именно был Эншент. Поэтому винрейт, наверное, все-таки в пользу Виндиго. Но есть контр-аргумент. Есть история личных встреч. Правда, она датируется концом 2018 года. Но, тем не менее, еще под тегом Red Reserve костяк команды Эншент выиграл... Получается, 4 карты. Да, все 4 раза выиграли именно шведы. В общем, есть факторы, которые играют на руку как одному, так и другому составу. Ну, и вот только КС рассудит, кто же из них сильнее. Выход с глоками на длину у нас в прошлом раунде захлебнулся. В принципе, акцентировать на нем внимание смысла особого нет. Не было. Поэтому давайте уже посмотрим на пятый по счету раунд. Это фулл закуп. И для одной, и для другой команды. Тут уже будет поинтереснее. Две ХАЕшки. Неплохие заготовки. Поджим шарта от команды Эншент. Но при этом абсолютно пустая длина. По идее, вот тут Poison должен все-таки действовать чуть более активно. Особенно оглядываясь на тот факт, что бомба под Б. И, наверное, Poison тут все-таки нужно люркерить, отвлекать внимание и создавать просто максимум шума. Но нет, просто уже начинается этот выход снова на Б. Это, не знаю, тут третий раунд из пяти. С выходом на Б дискодоплан. Дискодоплан двоих троих похоронил. Еще девять пуль в запасе у этого парня. Не могут вскрыть двух опорников. Выходят сплитом. Выходят через Темку. И так, и сяк игроки Виндига на этот Б-плэнт не поддается. Вот просто не поддается. База Б у дискодоплана 6 к 1. У Фрейди Би 6 к 2. Это хелпующие игроки в основном. Ну, я имею ввиду Фрейди. Но в целом как-то вот с Б-беда. Фрейди. Ну, вот Фрейди играет на КТ. Фрейди, в принципе, такой. Устойчивый игрок в центре, который и на А успевает и на Б, соответственно. Ну и 4-1. Несмотря на победу в пистолетном раунде, Виндига сейчас отдают серию четырех. Теряют снова все свои деньги. Закупиться с калашами больше возможностей у них нет. Ну, наверное, пора немного все-таки подумать над длиной. Или через шорт сыграет. Ну, в общем, как-то все-таки отказаться от таких вылазок под Б-плэнт. Несмотря на то, что... Ой-ой-ой, какая сочная хаешка. На то, что толпой давят двоих, но не так-то эти двои просты. Дискодоплан халпующий. Плопски на Б-1. И, ну, позиционка отличная. Командэншн. Флэшка, правда, все-таки выигрывает немного времени. Но Фредди Би собирает урожай. Минус три, минус четыре. Ну, давай Эйс. Давай Эйс. Нет, Дракен. Дракен каким-то образом успел все-таки подстрелить одного из своей снайперской винтовки. Ну, и начало довольно хорошее для шведов. Если забегать немного вперед, то, наверное, я бы подметил оверпасс. Это выбор как раз-таки Эншент в следующем матче. И на следующей карту, точнее, этого матча. И винрейт 100%. 10 раз за три месяца они играли оверпасс. И выиграли 10 раз. Это сильно. Ну, что, следующий девайс. Вот такой дальний дым намекает на поджим центра карты. Скорее всего, дискодоблом пойдет в эту аркаду. Даже вдвоем с Расти они пошли. Геймер Лиджин сегодня, кстати, показывали похожую стилистику. И это работает. И это работает. Размен в плюс. Тут же Фредди тушит мидл. Авик мажет. Ой-ой-ой. Ну, второго шанса тебе не дадут. Попытка протапать уже не слишком удачную Фредди Би. Наверное, стоило таки вновь включить этот прицел на СГшке. Но решил потапать. Ну, ладно. Два в три. Все. Один в три. Тут уже шипс последний. И снова, кстати, пустая длина. Снова атака имела хорошие шансы сыграть именно в этом направлении. Но вот как-то не чувствует пока этой возможности Виндига. Дым на проход. Дым. Пролагало сейчас. Оказалось, может, Гаутиви немного пролагало. Но, в общем, под свой же дым. Шипс проходит. Будет установлена бомба. Это уже неплохо. Ну, и теперь попытка вытащить один в четыре. Прыгает. Копский. Ловит просто с первой головы. Но есть подстраховка. Есть второй игрок на длине. Это господин Расти. Как только шипс отвлекся на Дракена, информация была только лишь по одному игроку в КТ. Игрока Виндига, соответственно, работал именно против Снайпера. Во втором на длине так быстро, видимо, все же не ожидал увидеть. Счет 6-1. Ни одного фрага не сделал Баббл. Возможно, во второй половине с появлением Авика он все-таки раскроется. Получше. Но вот пока 0-0-6. Его статка. Ну, и, конечно, тут шведы впереди планеты всей. 12 на 3 Фредди. Извиняюсь. Фредди Бим. Дискодоплант 7 к 2. Там, конечно, КД просто зашкаливает у этих игроков. Молик на длину. Здесь же мы видим, Расти готов к врыву. Но врыва не произошло. Две ХАЕ. А, это не две ХАЕшки. Это дым и граната. Тут же, как мы видим, есть Фредди на подстраховке. У него в руках флешка. На удержание этой длины. Неплохо, кстати, откинул молота в Дракен в центр. Из-за этого, как мы видим, ребята в нижней немного остановились. Дракен отходит назад. Вырисовывается вроде браун через шорт. Есть определенный запас по гранатам. Пять смоков у Виндига. Они еще ни один дым не пробросили. Да, это будет шорт. Это будет шорт. В принципе, можно продавить одного здесь Фредди Би. Ну, я так понимаю, судя по перемещениям игрока под номером 7, это Баббл. Будут пытаться сплит пушить. При этом Пойзон со смоком в руках и с бомбой за плечами будет давать дальний дым. Это нашифровка. Хитрый-хитрый-хитрый раунд. Длина, на самом деле, по идее, погибнет. Но вот звено шорта должно работать. Вот он, дым. Вот он, дым. Ох, жестко. Длину, кстати, прошли. Казалось бы, такой классный перекрестный огонь, но что-то как-то не прошло. Ладно, Фредди, Фредди на дефолтной для себя позиции. Кстати, за смоком прячется максимально долго выживая. 16 секунд. Бомба все еще не прошла. Фредди, Фредди выбивает бомбу. 13 секунд. Он все еще живет. Плопский. Уже хелкующий. Дал инфу. И входит длина. Дракен не попал. В стопроцентной ситуации не попал. Это раунд один на один. Плопский против Блокера. Не было инфы. Не было инфы. Блокер выходил и явно смотрел все-таки куда-то в сторону выхода из шорта. А Плопский уже был, как мы видим, намного-намного дальше. Подбирается АВИК. Ну и... Шведы ошибались. Шведы давали шансы команде Виндиго. Атака прошла по длине. Дракен не попал из АВИКа. Ну, героические усилия Фредди потащили. На самом-то деле он там один в четыре сражался. Закрылся от длины смоком. Убил первого выходящего по шорту. Спрятался за смоком. Дождался хелпы. Ну, в общем, Фредди тут разыграл предельно хорошо. Ну и на счете 7-1 Виндиго ставит, как мы видим, тактический тайм-аут. Есть деньги на приобретение автоматов Калашникова. Но тут вопрос стоит все-таки более остро именно в плане стратегическом. То есть ходили на Б. Изначально там первые раунды в пять. Ребята активно ходили на Б. Сплитом, просто темку. И это не работало. Начали давить длину. Вроде бы чуть-чуть получше. Ставится бомба. Какой-то экшен создается в районе шорта. Но и тут. Но и тут довести раунд до логического окончания не получается. В команде Виндиго. То есть нужно как-то что-то новенькое придумать. Ага, фаз длина. Ну, окей. Тут у нас Молотов. Еще один Молотов в упор. Интересно, к чему все это приведет. Расти первый минус. Горит, по-моему, даже в своем Молотове Расти. 9 хп. И он все еще жив. Ну, Виндиго. Решили играть просто. Решили выбежать толпой на длину и закрепиться там. Но в этом конкретном раунде Эншин занимали длину втроем. Из-за этого получилось все, как мы видим, очень здорово. Именно для защиты. Ну и за минуту там 25 до окончания 9 раунда. Остаются уже вдвоем Бабл и Пойзон. Выползание на Б. Бэм. Без флешек. Очень маловероятно. Диск отоплан. Ну да, выбивает бомбу. Снайпер хелпующий. Легкий. Легкий прием Бэм. Ну и такой вот тупичок вырисовывается для команды Виндиго. Нет какого-то стопроцентного выхода. Нет какого-то решения. Нет понимания, как же здесь давить. Как душить команду Эншин. 9 раундов уже сыграли. По разным направлениям. В разных темпах. С разным ритмом. Но пока ничего не работает. Дым. На коробку. Да, ящик задымили. Дракен на ходе тем не менее лазейку. Где можно почекать. Но все-таки тут увидел. Но прострелить толком не получилось. Длина погибает. Раунд просто толпой по шорту. Ну. Толпой по длине. Толпой через шорт. Начинается, как мы видим тут. Игра от скилла. Игра от скилла. При этом неплохо на самом деле. Вот они убили Фредди. О, там чутка запоздалый. Скотей в итоге. Это 4 в 4 против пистолетов. Но есть скаут. Расти на длине. Что-то тут приумыл немного. Плопски. Дает первый минус. Хаешечка не залетела. Расти уже прошел. Расти. Дает минус. Полетел Молик. Виктор. Разобрался. Но тем не менее Плопски разменялся. Ну что, дэм дифьюз. Дэм дифьюз. Ну, бомба уже сильно пищит. Плопски. Насколько же быстро он убил сейчас блокера. Да, успевает разминировать. Близкий раунд. Очередной раунд 1 на 1. Очередной раунд на бомбе. Но в целом. Клач эпизоды все-таки тащат Эншин. Возможно, индивидуально они чуть сильнее. То есть очень жестко Фредди. Очень жестко Плопски сейчас себя проявил. Но с другой стороны Виндиго на базе А хотя бы бомбу ставит. Если на бетом все совсем было грустно. Совсем все было без вариков. То на еще как-то что-то можно придумать. Правда, времени для реализации всех этих задумок не так уж и много. Остается. Аркада медла. Дракен должен пойти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Словил флешечку. Пытается уйти. И уходит. Очень много гранатов в центре. Сейчас Эншин понимает, что это будет снова выход на бе. Дракен дает свой первый минус. Как там Темка поживает? Темка стоит. Бомбу уже донесли. Где же парни? Да, и такие. Это настолько уже читалось. Там уже бомба в дверях просто бе погибает. А ребята тут все еще... Все еще слабо. Виндиго. О, один в пять. Можно, можно. Такой. Кто у нас тут? Да, Расти такой вроде бежал, а потом что-то... Что-то передумал. Врыв под флешку. НТ. НТ. Один в пять забрал троих на тот свет у нас поезда. Но тут уже за 10 тысяч долларов у шведов. Им, в принципе, до конца половины хватает денег. Можно девайсы тратить. Направо и налево. Второй тайм-аут. В исполнении Виндиго. 4 тысячи долларов. Респаун есть вроде бы на B. На длину как-то не очень, но можно попытаться выйти. Плотный тим-ток для команды Виндиго. Прямо сейчас. Мало фрагов. Вроде бы были какие-то близкие концовки раундов. Но, действительно, вот за 10 убийств все еще никто не вышел у команды Виндиго. ДАС-2, видимо, явно пошел не по той тропе. Взяли пистолетку. Получили небольшую, видимо, плюс мораль. Но отданный форс и спустя 11 раундов мы видим уже счет 10-1. То есть только пистолетку выиграли Виндиго. 4 калаша скаут. В принципе, один такой раунд практически взяли. Пытаются повторить. Ну и что после тим-тока? На длину не пошли. Тут, как мы видим, все занято. Попытка в шорт напрячь. Тут Дракен отрезан, видимо, смоком. Он пытается посмотреть мил. На самом деле можно играть через шорт. Тут на точке А, извиняюсь, зачастую один Фредди. Он обычно на рампе стоит. Ну, то есть как-то вот толпой пробежать через шорт. Это вариант. Ну, не спешат, не спешат террористы. 2 плюс 3 по плентам у Эншент. Особо. Что, не меняется Баббл тут? Готовил флешку, передумал. Нет, будет флешка. Вот первая пошла. Прикликла камера к флешке. Начинается моментальный выход. Дракен. Между двух огней. Штрафует одного. Ну, всех увидел, никого не убил. Второй раунд, судя по всему, сейчас будет для команды Эншент. Заготовочка. Сплитом. Два молотова в КТ. Сейчас бы дым еще сюда. Какой-нибудь дым какой-нибудь бы не помешал. Бомбу передропали. Плопски. Плюс дискодоплан. Два в четыре. Плопски. ХП. А тут уже мидл. Тут уже шипс из-под мидла. Делает красиво. Хорошие гранаты. Хороший тайминг. Ну и виндиго мы видим так. Все-таки нашли тот самый раунд. Это действительно А. Это раунд вторым таймингом. Через шорт, через длину. Ну, Плопски в КТ, в принципе, ему тут можно никуда и не уходить. Да и не получится. Шипс, как мы видим, закрывает уже с тылу. Слышал спрыг плопски. Забрали. Забрали. Последнего игрока команды Эншин. Таук подбирает. Мы видим Виктор. Ну, вот сейчас самый ответственный момент всей карты ДАС-2 для команды Виндиго. Нужно выйти на 3-4, желательно на 5 раундов в первой половине, чтобы иметь реальные шансы на камбэк. В противном случае, если они проигрывают этот, уже 11-4 это их потолок. Так, шипс что-то давал дым. Где девайс? А, вот все. Калашик подобрал. Поездом в центре. Наконец-то, наконец-то дали ему АВП, а не скаут. Наконец-то хватило денег именно на этот девайс. Так, бабу тут. Просто в огне. В огне, в углу хилиться живет. Все нормально. Выход на АБ. Выход на АБ сейчас у нас будет. Снова сплитом. 3 плюс 2. В принципе, довольно все прямо и линейно. Шведы, кстати, все прочитали. А, тут решили повоевать. Тут решили, парни, повоевать. Все, мидл рассыпается. Нет, ну на АБ не выходит. На АБ не получается вообще никак. Ну, даже не было клатч раундов каких-то на АБ на самом деле. То есть и опорники, и хелпа в этой части карты очень классно отрабатывают у Эншин. Ну, Виндига, видимо, решили сыграть на репутацию. То есть все раунды, которые получались более-менее хотя бы с бомбой, были под А. И под конец половины решили удивить, залететь на Б. Причем довольно рано пошли. Но в итоге вновь не получилось. Это будет длина. Это будет длина. Смотрим за этим смоком. Смок полетел. Дракен промахивается. В принципе, пока вот игра его с АВП не супер впечатляет. Поджим, кстати, по нижней приносит минус. Дракен не летит. Вот что-то не летит. Команда вроде бы работает. В целом раунды набираются. Но конкретно что-то у Дракона не выходит. Плохая ХАЕ. Молик. Понятно, там уже все пропрыгнули. Шорт. Вот это классный Молотов. Сейчас очень сильно застопит атаку. Да-да-да, Блокер между двумя коктейлями. Ой, как повезло. Еще один Молотов. Бедолага, Блокер. Бедолага, Блокер. Разгорится, интересно? По идее, не должен так далеко, да. Так, ну. Патовая ситуация. Бомба на гусе. Бомба пока стать не может. Гранат нету атаки. Все, прошел Плэнд. Есть флешки. Нужно пойти выходить. Знают про Фредди. Но его выкурить нечем. Ни гранат, ни Молотовых нет. Пошел Смог. Пошла флешка. Фредди. Но должен идти. Должен идти вперед. Плопский дает минус. Размен пока ровный. Ситуация 2-2. Плопский плюс Расти на ретейке. Забирают Блокера. Последний Виктор. По нему нет инфы. Но подозрение. Есть подозрение. Есть подозрение. Дефьюз. Дефьюз. Дефьюз на морозе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тапает. Тапает. И не добивает. Эх. Очередной кланч раунд. Один на один под точкой А. Сколько мы сегодня повидали. Сколько подобных эпизодов выиграли Эншент. 10 раундов отделяет команды друг от друга. Разрыв, конечно, очень-очень существенный. Респауны на Б. Команды Виндиго. В принципе, они могут 5 Б залететь сейчас. Я бы не удивился подобному развитию событий. Центр напрягают. Дракен. Не ваншотит. Эть. Молик. Молик, кстати, довольно неплохой. Тут же молотов. Ой-ой-ой-ой. Все горят. Все горят. Дракен приходит. Плопский работает. Тут еще кто-то есть. Это у нас дискодоплан. Что-то подлагивает бутили. Ну, вышли на Б. Хотя бы. Хотя бы вышли на Б. Уже неплохо. Спина, правда, закрывается. Дискодоплан. Расти. Жестко там топают в ручке. Фейк по бомбе. Ну, тут спина. Тут, по-моему, Фредди будет ключевым игроком раунда. Бомба ставится. Ну, Фредди не спешит. Фредди ждет, что кто-то сам пойдет чекать. И он может дождаться. Шипс не так посмотрел. Поездно теперь чекает. Опа. Инфа. Окей. Шипс отвлекся. Окей, пошла инфа. 1 на 1. 1 на 1. АВП в точке. Бомба стоит. Последний раунд половины. 17 пуль. На распрыжке. Не может. Не может найти. Где поезд? Вот он! Вот он поездом. Трипл килл от снайпера команды Виндиго. И все-таки третий раунд. Выигрывает атака. И первый, по-моему, они наконец-то взяли на этой базе. Б. Ну, там Дракен там не ваншотнул. Чуть-чуть не добил. На самом-то деле могли. Могли разыграть лучше Эншен. Но что-то пока не включился. Господин Дракен. В любом случае, счет максимально удобный для шведов. 12-3. Расти пишет. Тактический тайм-аут. Ну, окей. Спасибо за инфу. Мы это видим, в принципе, и так на экране. Ладно. Решили обсудить. Решили обсудить пистолетный раунд. Под номером 2 сейчас Эншент. В первом у них... Ну, все было близко, но они его проиграли. Посмотрим, что сейчас. Конечно, в идеале, как можно раньше закрыть карту ДАС-2, сейчас нужно шведам. Потому что за диффенс Виндига могут еще откомбетчить. Что? Have fun. Have fun. И понеслось. Напоминаю, что у нас на плеерах StarLadder 5, StarLadder 11 идут также параллельные матчи европейского. Квалификационного тура и СНГ. По-моему, там даже еще играет. Команда Unique должна. Цифра от букмекера. На Best of 3. Серьезно, уже в пользу команды Эншент. Что мы видим? Атака занимается длиной. Есть два смока. Два смока. Флешечка на 1. Оп. Яму заняли. Бомба на B. Обратите внимание на радар в верхнем левом углу. Пошел дым. Первый. Дым второй. Бомба на B. Укол в голову от Койзана. Продолжай адмансить. И классика. Классика. А что? Это B? Это может быть B? Сейчас такой шипс возвращается. Оттуда два типа. Hello, hello. Мы вам бомбу на B занесли. Отдали базу B. Не видя бомбу. За счет имиджа. За счет того, что сейчас очень популярно играть пистолетов. И через длину. 5 в 5. Отдали. Ну, даже 5 в 4. Отдали B. Тем не менее, все еще сражаются. Запрыгивание. Нет, нет, нет. Не будет запрыгивания. Или будет. Или будет. Все. Дефьюз. Фейк по дефьюзу. Ладно. Дракен такой еще может выиграть. Мужен хедшот. Дракен. Ну, сейчас. Сейчас или никогда. Нет. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно в первой половине. Но сейчас. Один в два. Мог бы подарить карту Dust. Мог бы взять этот раунд. И сделать красиво. Хороший фейк. Классно залетели. Но вот. Два человека на B. Которые заходили с бомбой. Отыграли на самом деле хорошо. А вот как остальные три человека должны были им помочь. Вот это уже загадка. Вот это было до конца не ясно. Вот тот же Дракен. Он уже не успевал. То есть могли там вообще пять секунд диффузить бомбу. Он где-то в районе КТ стоял. Так. Война на диглах. Война на диглах. Пока что проигрывается. Не сказать, что в салат. Но проигрывается команда Эншин. Виндиго. Реально наносит больше урона. Причем накупили мы видим преимущественно ФАМАС и Виндиго. То есть никаких фармганов. Ничего подобного нет. В ущерб гранатам. Но все-таки ФАМАСы на камбэк. На камбэк рассчитываем. Нет особо ХП. Есть дым. Две флешки. Можно попытаться рвануть конечно по шарту на базу. А. Да, вот он дым. Это на флешках. Но тут три человека на самом деле. То есть в принципе проблем быть не должно у Виндиго. Ну да. Там просто по патрону нужно попасть. Все очень красные. Мы видим в Килфиде много ассистов. Ассистов. Ну вы поняли. 12-5. 12-5. Первый оружейный раунд для команды Эншин. Виндиго со снайперской винтовкой. Все те же ФАМАСы АУК есть. Ну и есть определенное количество гранат. В принципе этого должно быть достаточно. Для продолжения камбэка. Что Плопский побежит. Побежит занимать. Побежит занимать. Ну давай смотреть. Образали флешек. Плопский первый минус. Тут еще двое. Молотов. Молотов плюс граната. Вот они шведы. Ух. Ух хорошо. Скорячило тут пацанов. Скрутило. Живот. Энтри килл не помог. Эншин. Польза. Ну главное попасть. У него один выстрел будет. А тут без смака выход. Ой-ой-ой. Попал? Нет. Нет. Не попал. А как остановить-то теперь? Как их теперь остановить? Никак ты их не остановишь. Видит бомбу. Ну... Один выстрел. Один выстрел был. Попытка ретейка. 4 в 3. Жду длину. Длины-то не будет. Длины-то не будет, ребята. Чекается КТ. Смог, кстати, закончиться. Фредди. Ну, понятно, да. Тут боком не будет стоять. Контакт с длиной. Молик из-под КТ. Фредди. Фредди пытается тапнуть по голове. Пока не очень получается. Есть хороший размен для защиты. Расти отрезан. Расти, Расти за коктейлями молотого. Ох, спрей. Бомба, как же пищит-то сильно? Успеет? Что-то, по-моему, нет. Да ладно. 0.1 секунда. 1 десятая секунды сейчас оставалась до взрыва этой бомбы. Бомбы. Уху-ху-ху. Это камбэк, друзья. Это реальный шанс. За него нужно просто цепляться руками и ногами. Нужно браться к команде Виндиго и тащить. Кстати, какие там кэфы на первую? Кэфы на первую. First map. Смотрим. 4.35, ребята. 4.35 на камбэк. Команда Виндиго дает нам GGBet. Судите сами. Ну, камбэк реален. Камбэк реален. Хотя, ну, раунды очень близкие. Стоит отметить. И в пистолетке, и в прошлом. Все-таки. Ну, шведы могли уже там на 15-й выйти, на самом деле. Если бы вот эти клач-раунды взяли. Но если в первой половине все клач-ситуации выигрывали Эншент, то во второй уже, как мы видим, вошли дела на подъем у состава Виндиго. Так, прострелы сквозь двери. Но тут воевать смысла нет. Болгарским игрокам. Оставаясь 5-4, просто стали по углам. Готовится снова вылазка под шорт. Вот в этот раз, как мы видим, все-таки со смачком. Даже с двумя смачками. Авик. Авик. Оп, попал, не убил. Тем не менее, Бабл дорабатывает. Поезон. Тут отличный, тут отличный угол обзора. Просто так пробежать не получилось. Команды Эншент. И дистанция 5-ти раундов между коллективами. Атака все еще. Ни одного раунда на второй половине не выиграла. Появляется, мы видим, кстати, вторая снайперская винтовка у Виндига. Будут удивлять. Будут, скорее всего, на платформе Б работать со вторым снайпером. Дымпросвет. Дракен. Никого не увидел. Но пытался. Так что снова, снова вылетают на длину. В этот раз, кстати, намного более удачно. Сейчас шведы. Посмотрим на вот этого парня. Дискодопом минус 3 на длине. Жесть. Четвертый здесь. Четвертый не с танчиком вылетает. Четыре длина. Опасно. Опасно. Я думаю, шведы уже думали просто плен пустой. Мы заходим. Но Виктор под флешку. А тут еще один дым. Ну, рискует. Рискует Виктор. Все. Не уходит. Ну, тут не было вариков. На самом деле. 2 в 4 попытался взять инициативу. Возможно, даже подумал, что шведы развернулись. Что он сейчас выйдет, чекнуть длину. А там никого. Ну, или максимум один игрок в яме. Ну, там просто все стояли дальше. Шипс. Сейвит снайперскую винтовку. Очень сильно сейчас потратили с Виндиго. Они дозакупили вот это второе ВП. Так что следующий раунд будет для них ключевым. Они смогут снова закупиться, добрав вторую снайперскую винтовку. И потом уже выкручиваться. Не сложив их все обстоятельства. Нельзя проиграть следующий раунд. Этот раунд это еще ничего страшного. 13-7. Но если еще один отдадут Виндиго. Это 14-7. Это плохая экономика. Ну, я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Эншент. Вылетели на длину. Выиграли раунд. Вот как-то так все складывается. По фрагам, кстати, 22-11. Плопский продолжает лидировать с КД-2. У Фредди 20 на 12. 17-13. Это допло. Ну, и один к одному расти. Дракен в легком минусе. Пока что у нас тактический тайм-аут. Виндиго, видимо, обсуждают вообще необходимость второго АВП. Может, лучше больше гранат купить. Ну, и, конечно, да, купили все-таки второй АВП. Самое главное, пойдут ли они там втроем, вчетвером занимать длину или нет. Очень много вопросов на повестке дня у Виндиго. Пятерка уже. Не верят. Не верят в камбэк Виндиго. Have fun. В чате максимальная вежливость. Вы же также не забывайте общаться в нашем чате. Twitch.tv. StarLadder10. Писать, за кого болеете, кого пришли поддержать. Виндиго были фаворитом перед началом этого поединка. Но сейчас уже, как мы видим, кардинальным образом все изменилось. Что можете поделиться своим мнением. Более достоин победы. А вот и Дракен. Вот таких фрагов мы, наверное, от Дракена и ждем. Вышел на длину. Пикнул одного. Пикнул второго. Что такое? Где ты был 20 раундов? Одной рукой, что ли, катал? Жесть. Просто включаешь Типа, который 20 раундов не убивал. И он дает 2 энтри. На важнейшем раунде для соперника. Ну тут 2 авика. Тут уже... Ну можно сейвить, пацаны. Шипс. Не попадает. Дракен забирает третьего. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто дракон съел троих. 500 хп у Эншент. Без шанса. Вообще не почувствовали. Ну Дракен не почувствовал, если бы точным. Забирает длину. Забирает миддл. Забирает спину. Пойзону ничего не остается. Сейвить АВП. 14-7. Нет денег. Ну и на первой карте, я так понимаю, движемся мы потихонечку к завершению. Где-то даже к логическому завершению этой карты. Все-таки после счета 10-1 у нас, да, по-моему, там был счет. Еще в первой половине. Такое от камбэщить крайне-крайне трудно. Но Бендиго попытались. Ну, возможно, получится. Возможно, сейчас засейвит этот АВИК. Бомба все еще не взорвана. У Пойзона тут сложная ситуация. На самом-то деле его с двух сторон не засейвит. 4 человека шло выбивать. Причем именно в тот участок карты. За тот контейнер, где сидел Пойзон. В итоге без АВИКа. 2000 денег и 15-й не отдашь. Ну, по-хорошему. Там с 15-7 уже на овертайм не привести. И закупиться нельзя. То есть Бендиго отдали все-таки вот эти ключевые раунды. Скаут для Пойзона. Ну, что тут армор. Просто Пойзон купил скаут. Ну, окей. Попытался, видимо, все-таки оттолкнуться от возможного фрага в центре. Может, там какой-нибудь хедшотик залетел бы. Но Эншент шифтом без гранат. Понимая, что там нет денег, они не используют гранаты. Очень тонкий момент, который... Ну, он вроде бы с одной стороны очевиден. С другой стороны довольно часто на своих же гранатах команды проигрывают подобные раунды. То есть накидали кучу смоков. В этот дым какой-нибудь игрок с ЦЗшкой, допустим, зашел, спрятался, нашел три спины. И начинаются вот эти вот приключения. Эншент. Играют, в принципе, по понятной схеме. Заняли длину, накидали смоков. Стянули всех игроков Виндиго сюда. Ну, это тоже такой, конечно, момент спорный. Но все-таки Таргус Пойн. Пошел больный дым. Игроков-то много. Игроков-то много. Девайсов мало у этих игроков. Ну, вот ЦЗшка дала один минус. Фредди увидел ногу. Пойзон. Так, два в три. Скаут, скаут. Ай-яй-яй-яй. Нет, дело не будет. Дело не будет. Дракен ставит точку. В раунде под номером 22. Ну и, соответственно, 8 маппоинтов. Гигантское количество маппоинтов на выборе своего оппонента на карте ДАС-2, которую как раз-таки пикнули Виндиго сейчас для команды Эншент. Ну, то, о чем я говорил в начале. Вроде бы как и по рейтингу, по сыгранности Виндиго фаворит. Но по именам, по личному скиллу, по заслугам, возможно, даже каким-то индивидуальным Эншент, конечно, тут опережают соперников. И с этим пока что ничего поделать Виндиго не могут. Тут просто прорыв по шарту на самом-то деле против скаута минимальные трудности есть, но не хочет умирать диско-доплом. По-моему, вообще два выстрела из скаута он каким-то образом пережил. Опа, бомба, калаш! Начинается жонглирование, бомба-то выпала. На длине стоит Плопски. Казалось, это вообще раунд ГГ. На самом-то деле, но не тут-то было, не тут-то было. Плопски топает, топает. Справа блокер, блокер спалился. А решили повоевать. Решили задавить диско-доплом. Точнее, Дракена. Плопски. Плопски с инфой. Ну, все, последний в КТ, поезон. А с ним можно и не воевать. На самом-то деле, с ним можно и не воевать. Поставили бомбу. Причем бомбу под шорт, по-моему, поставили. А, нет, все, на краю. Все стоит. Безысходность. Можно именно так охарактеризовать последние раунды у Виндига. Безысходность. Вроде бы хочется откомбетчить, но не предоставляется удобного случая. Много клатч-раундов выиграли Эншент. Парочку клатч-раундов выиграли Виндига во второй половине. Но цифры у вас на экранах. 25 фрагов за Плопски. 21 убийство Фредди Би. Что касается Виндига, до 20 убийств ни один из игроков этой команды так и не дошел. Вот такой неожиданно простой получился даст для шведской пятерки. Посмотрим, что покажут Виндига на оверпассе, потому что у Эншент Винрейт 100%. Такие дела. Думайте сами, решайте сами. Пока что немного рекламы, немного музыки. И минут через 12-15 я к вам вернусь вместе с картой Д.